Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто нас видит, слушает и чувствует. Сегодня вашему вниманию предоставляется очень ценная информация. Информация, как жить, научиться жить в этом непростом мире. Как научиться владеть законами собственного тела. Как научиться помогать своему собственному телу. И прожить счастливо тот отпущенный срок, который вам дала природа. Как повлиять на свое активное долголетие? И что же нужно делать, чтобы это долголетие было действительно активным? Вашему будет вниманию предлагаться уникальная система, которая, за плечами которой, изучая особенности строения нашего организма, зная функционирование нашего организма. Потому что основные наши специальности мы доктора, клиницисты. И действительно, очень много задавались вопросом, почему же происходит в нашем организме неполадки? Почему же происходят вот те болезни, с которыми сталкивается сегодня человечество? Почему рождаются больными дети? Они еще и жить не жили, они уже больные. Они внутриутробно уже получили какие-то проблемы. Сегодня детская онкология актуальна. Сегодня мы не живем столько, сколько нам опущено, в принципе, по нашей генетической программе. И нам пришлось очень много задавать вопросов самим себе, задавать вопросы, искать ответы, вернее, в тех учебниках, которые сегодня описывают и строение организма, и как он функционирует. Сегодня большое количество фармакологических препаратов, засилия практически фармакологических препаратов, которые не решают, я бы сказала, они решают свою узконаправленную задачу. На короткий промежуток времени. То есть помогать тогда, когда организм пришел уже в дисфункцию, и там их влияние абсолютно неумолимо. Но мы с вами поведем сегодня речь о долечебной, доврачебной практике, то, что должен каждый из вас знать, делать. И который может сам каждый себе оказать эту помощь простыми, эффективными методами. Человек – живая система. Вы не поверите, мы живем в окружающей среде. Вокруг нас находится масса агрессивных факторов, полезных одновременно с агрессией, которые человек получает, общаясь с этой окружающей средой. То есть у нас происходит накопление факторов токсинов из вдыхаемого воздуха, с употребляемой пищей, продукты питания сегодня, что от чего греха таить, они практически имеют большое количество токсических факторов. Различных консервантов, загустителей, улучшителей вкуса – все это нашему организму не нужно. Это все дополнители вещества, которые складываются, складируются в нашем организме и зачастую отравляют наш организм. И, естественно, воду, которую мы обязаны петь, но вода сегодня тоже является источником различных агрессивных факторов, которые влияют на наш организм. По всемирным данным Всемирной организации здравоохранения, 80% болезней, которые… Передаются с водой. Передаются с водой. Поэтому человек, живя в сегодняшних экстремальных условиях, он, естественно, подвергается очень серьезным факторам агрессии. Но человек еще и сам, собственно, имеет возможности формирования шлаков, токсинов и отходов, потому что клетки, которые человек состоит из 3 миллиардов клеток, они все живые системы, они точно так же употребляют все необходимое для своего функционирования. И в процессе жизни переработанные вещи должен выводить из своего организма. Эти переработанные вещи, если они выводятся регулярно, хорошо и качественно, то все замечательно. А если они задерживаются в нашем организме, вот это называется эндо-внутренние токсины, и вот они оказывают тоже неблагоприятное воздействие на наши клетки, на весь наш организм. Итак, в нашем организме постоянно, практически всю жизнь, 24 часа в сутки происходит процесс образования токсинов. Все, что мы вдохнули, выпили, скушали, это будут экзотоксины, то есть пришедшие снаружи. А все, что образовалось внутри, это наши внутренние или эндотоксины? И вот эта группа токсинов, естественно, стоит резонный вопрос, ну что же с ними сделать? Мы же не сможем не пить, мы не сможем не есть, мы не можем не дышать. У нас это происходит. Значит, резонно идет вопрос, надо просто научиться наладить хороший выход. За входом мы не всегда можем проконтролировать, мы можем проконтролировать еду, мы можем пить качественную воду. Но мы не всегда можем проконтролировать качественный воздух. Мы не можем проконтролировать процесс образования, отходов, производства наших деятельностей, наших внутренних органов. Не можем. Мы просто можем наладить хороший выход. И здесь нам на помощь, опять-таки, знание физиологии. 80% услышите токсинов, которые связаны с водой, то есть они водорастворимые. Они попадают с водой и выводятся с водой. Заметьте, очень просто, просто налей воды. И 80% токсинов будут выходить своим естественным путем. Кроме того, 20% – это жирорастворимые токсины. Это токсины, которые можно вывести только с помощью веществ, которые растворяют жиры. И они также накапливаются в нашем организме. И если организм недостаточно хорошо справляется с ними, то, естественно, начинает страдать наш организм. И все эти токсины выводятся и инактивируются в печени. И посмотрите, организм очень-очень мудрый. Водорастворимые токсины выходят через почки. То есть у нас есть выделительная система. Почки больше ничего. Самая основная функция почек – это вывести токсинов. Там есть у нее еще и другие функции. Но самая основная – это вывести с мочой эти водорастворимые токсины. А жирорастворимые токсины сюда вовлекается уже желудочно-кишечный тракт. То есть деятельность печени, деятельность поджелудочной железы, деятельность кишечника как конечного органа на выводы этих токсинов. И все эти жирорастворимые токсины выводятся преимущественно через кишечник. Таким образом, у нас две выделительные системы. Но если они не справляются, эти выделительные системы, то присоединяются дополнительные выделительные системы. Среди них кожа и органы дыхания. То есть не справляющиеся, не вышедшие токсины развивают симптомы интоксикации, токсикоза, отравления, как угодно вы их можете назвать. Они не справились, они накопились. И, конечно, не справившиеся выделительные органы начинают как-то о себе заявлять. И о себе заявляются, естественно, какими-то симптомами. Ну как заявить, что вот мне стало плохо? Причем симптомы развиваются по времени по-разному. От степени интоксикации, способности выделения, возраста пациента. Симптомы по времени начинают развиваться у каждого из подволь. То есть у каждого здесь свое время развития и своя клиника. Если дополнительно присоединяются к органам выделения кожи, то появляются процессы на коже. Я как драматолог хочу вам сказать, 1800 диагнозов в официальной медицине. Опять-таки мы убираем симптомы, а причины не выходят. И вот за 15 лет уже занятием именно нутрицологического направления, профилактического направления, я хочу вам сказать, я сегодня, может быть, выгляжу даже как бы неадеквате, когда мне люди пытаются показать свои кожные проблемы. Я говорю, я очень счастлива, что я сегодня вижу, как кожа работает. Я ей пою славу. Меня смотрят и говорят, это, наверное, ненормально. Я говорю, когда на коже уже есть проявление, значит, это сигнал, что внутри что-то неблагополучное. И говори спасибо. Потому что традиционный подход взять, убрать этот проявляемый симптом, он загоняет причину еще вглубь, причина не рождается, тогда токсины начинают искать выход другому. Они могут уйти через дыхательные пути. И при выходе через дыхательные пути происходит раздражение этих дыхательных путей, и возникают все существующие проблемы. Часто респираторные инфекции, бронхиты, воспаление легких, аллергические происхождения и так далее, и так далее, и так далее. Какие могут быть вовлечены еще процессы на вывод водорастворимых токсинов? Это деятельность сердечно-сосудистой системы. Вы знаете, мы считаем, что давление может быть различным. Этим нам помогает сейчас вся терапевтическая практика, фармакологическая индустрия о том, что есть такая индивидуальность, как низкое давление. И уже индивидуальность, если ты человек взрослый, то тогда давление это уже тебе должно быть, твоим рабочим давлением. Но за этой индивидуальностью кроется с четко обозначенной причиной. Ведь кровь в нашем организме – уникальное транспортное средство, которое транспортирует клеткам кислород, питательные вещества, а забирает от клеток отработанные уже ненужные клетки продукты и тем самым транспортирует их к органам выделения. Так вот, если этих токсинов много, они в первую очередь накапливаются в крови. И вот это накопление токсинов в крови сказывается на уровне давления крови. Небольшое накопление приводит вначале к снижению артериального давления. Что мы в практике говорим? Гипотония – пониженное артериальное давление. И это пониженное артериальное давление большинство людьми воспринимается, ну, слава богу, хоть не повышенное. И вот если повышенное, это плохо. Классика – золотой стандарт давления 120 на 80. И все эти эпизоды, когда давление снижается ниже 120 на 80, 110 на 70, 100 на 60. У меня у самой было давление 90 на 50 в какие-то критические периоды своей жизни. Ну, естественно, все говорили, да выпей кофе, прими какие-то эллиотерококки, женьшени, там масса-масса каких-то адаптогенов спиртовых на растворах. И у тебя, да, восстанавливалось на короткий срок. А потом возникали чай крепкий, потом все возвращалось на круги своя. И когда человек не понимает истинную причину этого, токсины накапливаются. И это накопление токсинов приводит к тому, что кровь становится вязкой, густой, малоподвижной. И чтобы протолкнуть такую вязкую, густую, малоподвижную кровь, сердцу, как насосу, нужно работать сильнее. Поэтому появляется повышение давления крови. А когда повышается давление крови, то здесь уже приходит на помощь фармацевтическая промышленность. Они говорят, вот эту таблетку надо принять для того, чтобы снизить давление. А все эти таблетки работают на то, чтобы уменьшить работу сердца как насоса. Либо расширить сосуды. В итоге, да, мы получаем эффект снижения давления, но причина-то остается нерешенной. И тогда, если не решается эта причина, то включаются дополнительные механизмы реализации повышенного давления, которое уже невозможно помочь одной таблеткой, нужно уже целый комплекс таблеток. И это замкнутый круг, который, по сути дела, постепенно приводит к человеку царство небесное. Более того, поймите простую вещь. Когда на высоком давлении уже человек попадает в поле зрения врача, то врач настоятельно рекомендует вообще снизить употребление воды. Вплоть до назначения мочегонных средств для снижения давления. И усугубляя тем самым почечный токсикоз, токсины не выводят. Вызывая дальнейшее сгущение крови и тем самым создает платотарм для нового витка повышения давления. А сами все знаете, что вся реанимационная помощь в общей практике, она всегда заключается в введении в вену каких-то водорастворяющих растворов. То есть жидкости. Жидкости водятся для того, чтобы спасти самые главные органы нововведения токсинов. Ими является сердце как насос. Это легкие, это почки, это печень. То есть это практически органы, которые ни на секунду никогда не отдыхают. Отдыхать могут кости, отдыхать могут мышцы, но не отдыхают ни сердце, ни почки, ни легкие, потому что это жизнесберегающие органы, это вечные двигатели. Вот на этом слайде показан механизм развития кожных проявлений. То есть от просто каких-то элементарных аллергических проявлений до развития серьезных каких-то… У каждого свои не бывают. Такой же степень развития токсинов может соблюдаться как выход токсинов со стороны сердечно-сосудия, лёгочные системы, дыхательные, вернее, системы. То есть это токсины, которые копятся на миндалинах, в носу, потом в трахеи, в лёгком. Ну и сегодня мы видим и дети с бронхиальными астмами, и сегодня центры. А на самом деле это токсины, которые не нашли выход естественным путём. А надо же куда-то выходить. И они выходят через дыхательные пути. Другой системой, которая скапливает так называемые водорастворимые токсины, это является космосуставная, хрящевая, связочный весь аппарат. То есть организм в вознеможении уже столько токсинов, а упорно человек не пьёт воды, не принимает правил для вывода водорастворимых, а ведь очень просто – просто налей воды. И чтобы организм не отравился всем этим, он начинает складировать эти токсины в местах, которые не так жизненно важны. В костях, в связках. Да, они, может быть, не так жизненно важны, но потом они становятся жизненно важными. Развиваются элементарные вещи. Накопление всех этих шлаков в костях вызывает проблемы костями, которые называются остеопороз. Накопление в суставах вызывает отложение солей и прочее-прочее, остеоартрозы и так далее. Подагры. То есть, вот это всё нарушение, обмен, а иными словами, это всё результат такого хронического длительного накопления шлаковых токсинов в нашем организме. Сегодня козные аномалии детства, плоскостопие, всевозможные проблемы, связанные с позвоночником и прочими. Ну, все люди об этом, о всём знают. А причина лежит в почечном токсикозе. Отёчный синдром. Люди, которые борются с отёчным синдромом, это в виде накопления массы тела. Это внутренние отёки. Почему происходит это накопление? Потому что шлаки и токсины начинают откладываться в межклеточном пространстве. И чтобы они человека не отравили, туда устремляется вода. То есть, снижается концентрация. Вот эти скрытые отёки, они проявляются в появлении избыточной массы тела. Говорят, жировая составляющая, да. Может быть, и место, и жировая составляющая, но там очень много именно вот этой воды, которая задерживается в межклеточном пространстве. И люди, которые начинают, говорят, я не могу пить воду, у меня появляются отёки. Отёки появляются только потому, что плохо работают почки. И ни в коем случае нельзя уходить. Другое дело, какую воду пить, это об этом тоже будет идти. Из своей практики я часто использовал у пациентов, у которых выражен отёчный синдром, на почве сердечно-сосудистых проблем. Я их начал поить водой, концентрированной, обогащённой коралмайном, и у них в течение 10-12 дней полностью уходили отёки без всяких мочегонных средств. Очень серьёзный дефицит воды, который формирует развитие почечного токсикоза, является причинным фактором развития мочекаменной болезни. Мочекаменная болезнь, причём первая стадия – это опущение почки. Во всём мировом пространстве опущение почки считается первой стадией мочекаменной болезни. Только нетрадиционно у нас. У нас мы сегодня в процессе своей работы наблюдаем очень большое количество людей, которые на ранних стадиях развития этой мочекаменной болезни обращаются на УЗИ-диагностику. Им говорят, это у всех, не переживайте, ну, опущена почка, типа так этим живет. Скоро поднимется. Скоро поднимется. На самом деле я хочу сказать, что опущение почки происходит уже из-за неправильного пассажа мочи и возможности задержки, что почка начинает провисать, потому что там формируются все условия, тяжесть за счёт формирования ещё невидимых солей, которые ещё не видятся на УЗИ-аппаратах, а на самом деле уже формируется опущение почки, это застой мочи, это формирование очагов, токсических очагов, то есть формирование ациститов, пиелонефритов, ну, вплоть до развития гламиролонефритов. На самом деле мы сегодня ведём речь не столько об экзотоксикозе, сколько об эндотоксикозе, то есть внутренние факторы, выделительные наши органы не способны справиться с токсинами, ну, а спрятать эти токсины куда организм? Он где может, там и прячет, где может, там и прячет. Поэтому симптомы почечного токсикоза, посмотрите, всё очень просто, воды не дали, токсины не выделились. А как разовьётся клиника почечного токсикоза, она может быть очень многообразной. Очень может быть многообразной. Также симптомы, которые могут проявляться за счёт невывода жирорастворимых токсинов. Вот здесь вся деятельность желудочно-кишечного тракта, начиная с полости рта, сегодня кариес зубов парадонтоза, ну, это, как бы, знаете, национальная даже гордость. На самом деле, задумайтесь, это первые входные ворота нашего пищеварительного конвейера. И каково качество полости рта, такова будет и дальнейшая судьба... Качество жизни. ...дальнейшая судьба этого главного пищевого компонента, который является источником жизни. Пища, продвигаясь по пищеводу, попадает в желудок. Там свои условия для переваривания, но, собственно, переваривание пищи начинается в 12-перстной кишке. А 12-перстная кишка – это место, куда попадает желчь из желчных протоков, и попадают из протоков поджелудочной железы необходимые ферменты. Но если мы говорим, что печень – это мать Тереза, и она 24 часа в сутки работает, она работает по выводу токсинов, это биохимическая лаборатория, это действительно орган, который требует просто понимания, что ей нужно помогать. Поджелудочная железа – это капризная дама, всего 100 граммов. Хочу – работаю, хочу – не работаю. И представьте, на миг она не выделяет ферменты, а нужно переварить всё, что поступило. И непереваренная пища является источником дополнительного формирования токсинов. Дополнительного формирования токсинов – гниющая, непереваренная пища, которая не получила достаточной порции желчи, которая не получила достаточной хорошей дозы ферментов, в конце концов приводит, что это всё гниёт. Организм же должен где-то получить это. Мы не можем обеспечить наши клетки строительным материалом просто посмотреть на кусок мяса, на кусок рыбы, на кусок овощей, на фрукты. Мы должны их скушать. Но мало их скушать, они же должны усвоиться. Когда усвоение происходит пищей в тонком кишечнике, а тонкий кишечник – это место уже качественного разложения на конвейере всё, что переварилось в 12-перстной кишке. А если не хватает ферментов, то это переваривание неполное, и получается, это неполное переваривание, опять же, создаёт условия для образования огромного количества веществ, которые должны всосаться через кишечник и дальше поступить кровь. То есть, получается, опять же, дефицит ферментов приводит к появлению и внутренней такой интоксикации. И люди, которые уже имеют склонность к формированию камней в желчном пузыре. Камни в желчном пузыре – это застой желчи, воспаление желчного пузыря. Посмотрите, сегодня холециститы, панкреатиты, эрозии, гастриты. Сегодня эта вся симптоматика со стороны желудочного кишечного тракта расценивается как достояние нашей республики. На самом деле, это величайшая трагедия. Нам приходилось, я не буду страны называть, но в очень многих продвинутых современных подходах медицинской помощи ампутируют желчные пузыри. Давайте вот за одного мы желчный пузырь уберём сейчас всё. Профилактика желчекаменной болезни. Профилактика желчекаменной болезни идёт за удалением желчного пузыря. Вы знаете, природа придумала желчный пузырь. Зачем его убирать? Но вы знаете, сейчас столько много формирования камней. Зачем вам ещё с этим сталкиваться? Вот эти все вещи, которые идут, я считаю, от лукавого, которые не несут физиологического, физиологической цепи смысла, они действительно сегодня трагедийны в нашем обществе. И, конечно, последний отдел в желудочно-кишечном тракте, почему-то о нём не принято говорить, об этом стыдно говорить и даже стыдно спрашивать, а это толстый кишечник. Вы знаете, там находится царство бактерий. Это, посчитайте, каждый знает свой вес, 5% от общего вашего веса приходится на царство этих полезных бактерий. Причём мы их получаем в первые сутки нашей жизни, как только мы пришли на этот свет. В первые сутки. И если в первые сутки не были созданы условия для подселения этих полезных бактерий, ждите пожизненного дисбактериоза. Да, я соглашаюсь с официальной медициной, да, я там была, да, я знаю о том, что это не диагноз, это не диагноз. Это состояние. Это состояние. Это динамичное состояние. И полезные бактерии, они несут потрясающие и выполняют функции в нашем организме, и не задумываться о них, это пойти в разрез физиологии нашего организма. Потому что полезные бактерии защищают нас от патогенных бактерий. И не надо бороться со стафилококками, со стриптококками. Они сами с этим справятся, если их в достаточном количестве. Если хорошая армия, она границу всегда защитит. Это хороший иммунитет. Фармакологическая сегодня практика нам выдает уже шестого поколения антибиотики. Но сегодня у нас появились такие формы бактерий, вирусов и грибков, что на них уже не воздействуют. Изобретенные фармакологические изыски. Почему? Да потому что в сторону. В сторону от защиты. А защитить может только тот, кто понимает эти законы. И понимают эти законы лакто- и бифидобактерии. Лакто- и бифидобактерии защищают от патогенных бактерий. Лакто- и бифидобактерии создают барьер иммунитет в кишечнике. Этот иммунитет в кишечной клетке заключается, в кишечной стенке заключается в том, что нарушается процесс всасывания всех вредных веществ. То есть вот эти бифидобактерии именно защищают слизистую кишечника и тем самым становятся мощным заслоном для всасывания вот этих всех шлаков и токсинов. Лакто- и бифидобактерии сегодня выполняют участие в синтезе витаминов группы В фолиевой кислоты. В усвоении кальция и железа. Вы хотите исправить анемию и исправиться с остеопорозом? Начинаете принимать кальциевые добавки, препараты железа, они не усваиваются. И мы знаем, когда идут уже сильные выраженные изменения, то в медицине рекомендуется инъекционные препараты, чтобы избежать действия желудочно-кишечного тракта от беспомощности. А на самом деле лакто- и бифида участвуют в усвоении кальция и магния. Поэтому те анемии, те остеопорозы, смотрите, пожалуйста. В этом есть определенный вклад дефицита лакто- и бифидобактерий. Причем лакто- и бифидобактерии, они в сезоне меняются. То есть весной и осенью там есть условия для развития дисбактериоза физиологического. И поэтому профилактики должны быть регулярны и постоянны. Но, что хочется сказать еще, лакто- и бифидобактерии выделяют определенные факторы, которые защищают слизистого толстого кишечника от формирования эрозий, полипов, язвенных поражений и вплоть до опухолевых процессов. Поэтому сегодняшняя картина полипы, сегодняшняя картина эрозии, которые очень… мне вот представилась одна очень интересная работа японских исследователей. Они давали клиентам проглатывать камеру, капсулу с фотосканирующим элементом. То есть пациент это все сканировал, проглатывал, и затем эта капсула выходила естественным путем и проходил анализ снимков, которые делала эта камера. Было вот эти заключения японских гастроэндерологов, что 80% эрозивных поражений желудочно-кишечных трактов протекают бессимптомно. Человек не ощущает всех этих проблем. Поэтому мы говорим о том, что лакто- и бифидобактерии – это серьезнейший отдел в желудочно-кишечном тракте, который требует к себе внимания, знания, как им помочь и что же для этого делать. Что делать? Как помочь организму? Какой же выход? Ну вот страсти-мордасти рассказали. Мы рассказали все те проблемы, которые есть в человеческом нашем обществе. И, конечно, таблетками этот вопрос не решится. В этом есть выход, конечно. В этом есть выход, и причем выход очень серьезный. Вот за этой программой она называется одним словом Coral Detox. Это результат многолетней работы, я бы так сказал, как минимум 9-10 лет работы. В начале это были чисто экспериментальные работы для того, чтобы для себя лично понять, насколько эффективна эта композиция Coral Detox. И потом уже, конечно, были результаты собственные, результаты тех потребителей, которые пожелали очищать свой организм от слаковых токсинов. Поверьте, если происходят проблемы с сердцем, с легкими, отказывают почки, перестает функционировать печень, то весь организм перестает функционировать, потому что реальная угроза в накоплении токсинов складывается. Так вот, помятуя о том, что 80% в нашем организме – это водорастворимые токсины. И которые можно вывести только с помощью воды. Вам предлагается именно композиция из природного обогатителя, каким является Coral Mine. То есть это в измельченном виде природные кораллы. И второй участник на водорастворимые токсины – это самый современный антиоксидант, который называется H500. И вторая часть, вторые участники, которые будут воздействовать на жирорастворимые токсины – это самый эффективный, на мой взгляд, сегодня из предлагаемых на рынке – это ассимилятор, который является комбинацией растительных компонентов, и который не вызывает привыкания к употреблению этого фермента, и дает возможность полноценному качественному перевариванию пищи. Причем этот фермент растительного происхождения не выключает собственную ферментативную систему человека, а только ей помогает, что чрезвычайно важно для нашего организма. И второй компонент – это Coral Lecetin. А Lecetin не могу петь оду славы и удовольствия, потому что это действительно уникальнейшее изобретение природы, я бы так сказала. В природе очень мало желающих отдать, поиметь свой лецитин, они могут, много желают, но источники главной лецитина – это желтки, яйца, это одуванчики, орехи и красная икра, то есть соя. И, естественно, мы не можем съедать взрослую потребность, чтобы суточную потребность закрыть лецитин, то есть взрослый человек должен до 10 желтков яйца каждый день съедать. Я всегда образно говорю, закукарекаешь, если ты каждый день будешь 10 желтков съедать. Лецитин – главное его свойство, мало того, что он обеспечивает хороший желчный отток. Лецитин – это участник формирования защиты мембранных клеток. Причем особенно важно именно мембран нервных клеток, миелиновых оболочек. Поэтому лецитин – чрезвычайно хорошее средство для того, чтобы сохранялась ваша память, чтобы хорошо работали ваши мозги, чтобы хорошо работала вся ваша периферическая нервная система. Лецитин защищает печень, лецитин защищает периферические сосуды, капилляры. Лецитин участвует в переработке токсинов и эффективному выводу. Он даже помогает эффективно до конца перерабатывать гормоны, холестерин. То есть лецитин – это то ваше условие, которое нужно каждый день и вам в этом потребность. Поэтому все это находится в удобной форме, представлено вот этими четырьмя основными продуктами. Но при всем при этом мы вам говорили очень много и красиво про полезные бактерии. Все это полезным бактериям нужно. И нужна вода, и нужна хорошая переработанная пища, нужны антиоксиданты. Но есть еще одна нюансная часть. Им еще нужна хорошая, качественная еда. Многие сейчас много литературы по этой части смотрятся. Я в свое время занимаюсь кандидатской диссертацией. Большое количество литературы исследовала по дисбактериозу, по полезным бактериям. И везде интересная была информация о том, что нужно давать заместительную терапию. То есть замещать, помогать этим полезным бактериям. Давать какие-то те, которые формы есть у нас сейчас на рынке. Их очень нужно разных вариантов. Лакты и бифиды бактерии в разных формах они сейчас присутствуют. Но очень интересная природная зарисовка. Живое все надо поить и кормить. Так вот, полезные бактерии, они, оказывается, кушают клетчатку. Что такое клетчатка? Это грубые волокна, которые не перевариваются в нашем организме. Но при всем при этом они участвуют в мощной сарапсационной способности. То есть, когда мы употребляем грубые волокна, то тогда мы организм дополнительно даем ему возможность избавиться, вывести эффективно. Ну, представьте на миг, сработала печень, выделила желчь. Хорошо сработала поджелудочная железа. Выделились все ферменты, все переварилось. А самый конечный этап, результат, где это должно выводиться, толстый кишечник, а там... Значит, нужен субстрат, который бы все это на себе собрал и вылил. Чтобы стенки кишечника не забивались вот этими отходами, каловыми массами, а эффективно каждый день выводились вовремя. Вот клетчатка выполняет такую функцию, помимо того, что она является главной питательной средой для бифидо- и лактобактерий. Главными источниками клетчатки являются фрукты и овощи, особенно овощи, грубоволокнистыми. Королем по клетчатке является репа. Представьте, вам каждый день нужно съедать... По одной репе. По одной репе мало. Где-то с килограмм, ну полкилограмма репы. Ну, не нравится репа, как я говорю, кушайте топинамбур пожизненно. Будет у вас дети топинамбур с репой, вы сами не будете кушать. Не нравится топинамбур, пожалуйста, кушайте кормовую свеклу. Я перечисляю королей. Потому что, да, морковка... Либо отруби ржаные. Либо отруби. Либо отруби. Тоже вкусно, тоже вкусно, хорошо. Но я знаю, сколько людей сегодня пользуются отрубями и имеют колоссальный по этому поводу результат. Им это все нравится. Хорошая, классная вещь. Но здесь вам тоже на помощь. Я перечислила королей пищевых, да, чем... Продукции. Люди любят, говорят, а что вот сейчас вот это все, вот ваше, это БАДы, вы сейчас начнете рекомендовать. Не вопрос, кушайте тогда. Кушайте по 10 желтков каждый день, съедайте. Съедайте, пожалуйста, по килограмму свежих одуванчиков, потому что это надо. Съедайте где-то по 100 граммов красной икры качественной, чтобы лицетином себя обеспечить. Съедайте, пожалуйста, по килограмму репы, топинамбуро, либо кормовой свеклы, где-то чего. Вот тогда вы можете сказать, что все у вас замечательно. На самом деле, как нам показывает практика в современной жизни и для удобства, мы сегодня имеем более цивилизованные возможности обеспечить себя клетчаткой. Так вот, очень серьезным продуктом в природе клетчаткой, по наборе клетчатки, является еще люцерна. Люцерна – это трава, которая в китайской медицине, в восточной медицине, она вообще значится как царица полей, как источник витаминов, микроэлементов. Она является, и самое интересное, как говорят китайцы, она знает код почек. А вспоминайте, 80% – это водорастворимых токсинов. Кроме того, сама люцерна, она способствует очень эффективному введению солей из организма. И у меня был очень интересный результат, когда клиенты во все, так сказать, принимали идею, хотели решать свои вопросы. И один у меня клиент, который в течение полгода целенаправленно коралдетокс использовал в комбинации с люцерной, то он избавился от серьезнейших проблем с подагрой, с салями. То есть он ходил с тросточкой, а тут со мной встретился через 8 месяцев. Я говорю, а где твоя тросточка? Он говорит, не издевайся, я уже здороваю, все у меня хорошо. Потому что именно люцерна выводит, участвует в помощи при мочекислых диатезах. Действительно, она хорошо растворяет вот эти внутрисуставные залежи, вот эти, что очень часто любят называть там кистами и всевозможными подагрическими осложнениями. И одновременно я еще раз подчеркиваю, что это источник и витаминов и микроэлементов, и прекраснейший сорбин. Есть еще одна очень мной любимая клетчатка, которая называется хлорелла. Знаете, это уникальная водоросль, которая 2 миллиона лет существует на планете, и она не мутировала, она ни разу не мутировала, не изменилась под воздействием изменяющейся нашей среды. И мне попалась очень интересная работа, как в очень древние времена, когда появилась необходимость добывать микроэлементы из земли, как их добывали. Еще не было такой техники, бурилась скважина, и в эту скважину забивалась хлорелла. Потом эта хлорелла извлекалась, и из нее уже добывались микроэлементы. То есть она на себе сорбировала все микроэлементы, и таким образом вынималась эти все микроэлементы наружу. Не являясь при всем еще клетчаткой, за счет она сорбирует, она действительно в нашем организме выводит соли токсических металлов, они являются источником онкологии. Она выводит отходы производства наших бактерий, те, которые все равно присутствуют, как это стратегические запасы, это и грибки, и стафилококи, и стриптококи. Вот она продукты жизнедеятельности очень хорошо выводит. И, конечно, является одновременно и сорбентом, и источником питания, и для бактерий, и для организма. Поэтому вся сама система коралл-детокса, коралл-детокса, это целевой подход на выход вода и жирорастворимых токсинов. То есть, я еще раз повторяю, это коралловая вода вместе с H500. Мы помогаем жирорастворимым токсинам, помогаем печени, поджелудочной железы. И в обязательнейшем порядке рекомендация прием клетчатки на ночь. В дозе мне нам часто задают вопрос, а какую дозу нужно брать? И вы знаете, доза должна быть такая, которая вам определит работу вашего кишечника. То есть, это ни одна, ни две таблетки. Пять таблеток тоже бывает маловасто. Десять, пятнадцать. Ну, представьте, это зеленая трава, которая накормит вас, очистит. Утром будет очень качественной. Это, свое родо, зубная щетка для кишечника. Это зубная щетка для кишечника в одновременном позиции. Поэтому коралл-детокс – это система, которая позволяет вам, рекомендуем мы ее, всякий раз я задаю такие наводящие вопросы. Есть ли проблема сердечно-сосудистой системы? Что надо делать? Что надо делать? С чего начать? Всегда вопрос, с чего начать. Мы всегда отвечаем, начинаем с коралл-детокса и даем очень хорошую клетчатку на ночь. Есть ли проблема с аллергией? С чего начать? Это не любые, не только аллергии, экзема, псориазы, все процессы. Это все варианты аллергии. Все вот с этим, с чего начинаем? Мы начинаем с коралл-детокса. Проблема с дыхательной, бронхиа. Все, все, которые есть проблемы, связанные с то, что мы перечислили, связанные с отравлением организма, мы начинаем с коралл-детокса. Универсальность этой программы заключается в том, что это результаты наших экспериментальных исследований. 85-90% шлаковых токсинов водорастворимых выводятся с помощью вот этой программы. А это очень важно, очень мощно и очень значимо. И вот клетчатка, здесь мы показываем следующий слайд, то это как раз клетчатка является ужином для бактерий. Сюда могут входить еще и спирулина, наши очень хорошие шейки, которые коктейли есть. Коралл-бурдок – это лопух. В народной медицине все знают, что лопух – это вообще потрясающая вещь. В любом сочетании. У меня очень часто спрашивают, а можно соединять? Я говорю, можно и нужно, если вы любите этих своих маленьких братьев. Это как салат. Салат. Вы же в салат кладете петрушку, укроп и сочетаете. Очень вкусно взять хлорелу с люцерной, заполировать лопушком и чувствовать себя очень хорошо. Мы рекомендуем молочные, кисломолочные продукты запивать. Эти продукты. Почему? Именно за час до сна. Почему эти рекомендации? А мы здесь учли физиологию работы нашего кишечника, вообще всего организма. Так вот, работа толстого кишечника, вообще работа выделительных органов, поверьте, на ночь, в ночь наши все выделительные органы работают. То есть в течение суток у нас работает, дня работает сердце, канал сердца, канал поджелудочной железы и масса других органов. А все остальные работы совершаются ночью. Ночью включается канал печени, желчного пузыря. С трех до пяти включается канал легкого, а с пяти до семи включается канал плоского кишечника. Почему говорят китайцы, если у вас утром нет стула, вы не имеете права на еду. Но здесь нужно подсказать качественного стула. Ложимся мы всякие, каждый ложится в свое время. Но вспоминайте все оздоравливающие процедуры в любом санаторно-курортном лечении. Он всегда был направлен в 10 часов в стакан кефира или ряженки. Почему? Это дополнительный выход желчи. Желочь выходит, она не заставит. Это стимуляция желчного пузыря. Поэтому мы рекомендуем в любом наборе, что вы переносите, но запить вот эту клетчатку, это будет и разгрузочной, это будет питание для полезных бактерий. Они получат, и кроме спасибо, они вам ничего не скажут. Поэтому мы вам хотим сказать, что система Корал Детокс – это ящик-антера. Универсальная система для вывода из вашего организма. Более того, я хочу сказать, что это достояние нашей компании, потому что это подход к физиологическим проблемам, которые включаются в организме. То есть это 100% долечебная профилактика, которая даст вам возможность уже действительно себя качественно чувствовать. Это профилактика многих ваших проблем со здоровьем. Это действительно реальный путь в активное долголетие. Более того, я хочу сказать, что подобная вещь, рекомендованная и людям, у которых уже развелись заболевания на любой стадии. У нас есть опыт и то, что мы сегодня говорим, и люди с онкологическими проблемами, люди, которые употребляют химическую терапию в разном варианте. То есть противопоказаний здесь абсолютно нет. Это показано беременным женщинам. Это показано… У нас сейчас есть очень интересные наблюдения, они, ролики эти выставляются, с каким удовольствием домашние животные употребляют продукт, который употребляют с удовольствием хлорелу. Лицетин. И собаки, я специально сейчас это записываю, потому что мне самой очень интересно. Кошкам и собакам не надо рассказывать, они сами выбирают. Кошки и собаки любят хлорелу, люцерну, они с удовольствием пьют коралловую воду, они обожают лицетин. Они всё это пьют и всё это едят, имеют очень хороший результат. Сегодня наши результаты — это рождённые дети в бесплодных браках, потому что когда мы подходим целенаправленно на ликвидацию токсинов в организме, когда мужчина и женщина планируют правильно свои зачатия, беременность и выхаживание этих детей, действительно, вот нам за эти годы, уже за 13 лет работы, что называется, всякий раз дух захватывает от того, что мы получаем всё новые и новые результаты. Поэтому, если вы хотите жить долго, если вы хотите жить счастливо, если вы действительно любите себя и своих детей, своих детей и своих близких, ваша главная задача — заняться профилактикой старости. Начните с себя. Начните с себя. Вы каждый день чистите зубы, да ещё два раза в день. Вы каждый день осуществляете гигиенические процедуры. Займитесь, пожалуйста, гигиеной своего тела изнутри. Удачи вам, счастья и благополучия вместе с нами. И в добрый путь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова